Это просто нереальная вкусняшка и готовится очень легко. Соленая карамель. Я ее уже столько наварила, а вот рецепт почему-то вам до сих пор не показала. Рецепт очень простой и за это я ее люблю. Как и саму карамель, которую варю почти каждую неделю. Уж очень она вкусная. Всем привет! С вами Юля и канал Сладкая Жизнь. Давайте скорее готовить! Готовится соленая карамель в домашних условиях очень быстро и хранится достаточно долго. Если до сих пор вы не знали, что такое соленая карамель, приготовьтесь. Потому что после этого рецепта вы в нее точно влюбитесь. Она настолько универсальна, я ее добавляю в свои торты, в выпечку, готовлю с ней крема. Начнем с сотейником. Насыпаем в сотейник 200 грамм сахара и наливаем 50 миллилитров воды. Ничего не размешиваем, это важно. И просто ставим на средний огонь. Теперь нужно ждать, пока карамель не приобретет тот самый янтарный оттенок. Карамель не мешайте лопаткой, лучше вообще не трогайте. Я придерживаюсь именно этого способа. Это приведет к кристаллизации сахара. Масса безвозвратно пойдет комочками. Поэтому просто оставьте сотейник на плите и не трогайте его. И ни в коем случае не пробуйте во время готовки карамель. Получите ожог. Если у вас есть кулинарный термометр, то нужно варить до температуры 130-150 градусов. Все зависит от того, какую карамель вы любите. Более светлую, молочную или темную, жженную. Важно помнить, что цвет массы в сотейнике сильно отличается от того, который будет на выходе. Я готовлю уже без термометра, определяя на глаз по цвету готовность карамели. И вот спустя примерно 15 минут, посмотрите, какой янтарный оттенок у нас получается. Меня он устраивает. И я снимаю карамель с огня и добавляю примерно 30-40 грамм масла. Сливочного 82,5% жирности. И хорошо все размешиваю. Здесь температура масла не имеет особой роли. Главное порежьте его кубиками. Так будет проще ввести его в карамель. А теперь вводим сливки. Нужно 120 миллилитров. Я их немного подогрела, чтобы карамель не сильно пузырилась от разницы температур. Лучше всего брать сливки жирные, не меньше 30%. Честно скажу, я пыталась экономить и готовить по этому же рецепту, но с молоком или с менее жирными сливками. 10% или 15%. Вкус хороший, но вот консистенция получается не такая тягучая и однородная. Поэтому лучше взять жирные сливки. И еще один важный ингредиент. Это соль. У меня морская соль. Пол чайной ложки будет достаточно. Именно соль оттеняет приторную сладость сахара и делает этот десерт действительно неимоверно вкусным. Не переживайте, десерт останется сладким, но не таким приторным. Разлейте карамель по баночкам и уберите в холодильник. Срок хранения такой карамели 2-3 недели. Но поверьте, она долго никогда не задерживается в холодильнике. Во время приготовления в холодильнике соленая карамель густеет. А стоит ей постоять при комнатной температуре, она становится более податливой. Разве можно придумать что-то более вкусное? Да ее даже ложкой можно есть. Поверьте, это очень вкусно. Чаще всего я ее использую в дополнении к десертам. Например, как украшение невероятно вкусного морковного торта. Рецепт которого совсем скоро уже выйдет на канале. Так что подписывайтесь, если вы еще не со мной, чтобы не пропустить это видео. Кстати, этот торт я готовила в качестве десерта для новогоднего меню, которое я уже опубликовала на моем втором канале. Так что если вы еще в поиске праздничного меню и несложных, но очень вкусных блюд для торжества, ссылочку на меню я оставлю в описании под этим видео. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк. Мне будет очень приятно. Готовьте с удовольствием, пусть у вас непременно все получится. Очень жду ваши отзывы в комментариях. Всем приятного аппетита, отличного настроения. И до новых встреч на канале Сладкая Жизнь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok